МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эпидемия пошла на спад, но карантин никто не отменял. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ в Северодвинске выше средних показателей по области на 26%. Впрочем, по сравнению с прошлой неделей, показатели заболевших снизились. Показатель заболеваемости ОРВИ в Северодвинске ниже эпидемического порога уже на 4,7%. За прошедшую неделю зарегистрировано 2717 случаев респираторных инфекций. Это значительно ниже, чем две недели назад. В садах и школах обстановка стабилизировалась. Ситуация на сегодняшний день такая. У нас практически сегодня все группы абсолютно работают в дошкольных учреждениях. Один третий А-класс в 20-й школе на три дня выведен, пока временные ребята не учатся. Все остальное по образовательным учреждениям сегодня в полном объеме. Все классы, все дошкольные учреждения работают. По региону ситуация лучше на 26%. Поэтому Министерством здравоохранения Архангельской области принято решение снять ограничительное мероприятие во всех лечебных учреждениях. Поликлиники с завтрашнего дня начнут работать в штатном режиме, как и до эпидемии. Однако в администрации Северодвинска решили не снимать карантин на массовые мероприятия в городе, чтобы избежать второй волны респираторных заболеваний. Врачи также советуют не расслабляться. Есть гомеопатические средства, а также можно противовирусные есть в поддерживающей дозе. А витаминчик как советуете? Витамины курсом. Обычно весна, сейчас уже у всех витамины на исходе в организме. Поэтому тоже месяц примерно пропить. Если витамины, то в комплексе так называемые поливитамины. Если уже есть симптомы ОРВИ, температура кашель, насморк, то противовирусные в первые 48 часов. Советы актуальны до конца весны. А карантин, возможно, окончательно снимут на следующей неделе. Уже в понедельник состоится рабочее освещение представителей здравоохранения, культуры и образования. Валентина Приходько, Наталья Гбдрахманова, Вестник Северодвинска. Сожжение двух чучел, самый большой хоровод и море блинов. В городе готовится отметить Масленицу. Согласно одной легенде, праздник зародился на далеком севере. И чем веселее проведешь неделю перед Масленицей, тем благополучнее будет год. В городском музее рассказали о программе весеннего гуляния. Такие вот валенчики появятся у нас на Масленице. 13 марта будет упрошать наш парк. В парке полным ходом подготовка к Масленице. 13 марта здесь заработает несколько площадок. Проголодавшиеся отведают вкусных блинов. Можно блеснуть и в конкурсе частушек. Катание с горки, танцевальный батл. А после штурма крепости сжигание чучела Масленицы около 16.00. Еще летом организаторы заготовили солому. Сейчас продумывают элементы костюма. Мужчины, а возможно и женщины, покажут свою силу и ловкость перетягивания каната и в тяге гири. Уже установлен 11-метровый столб. В этом году он выше на 5 метров. В прошлом году доставали призы с верхушки очень быстро. В этом задачу усложнили. Поэтому просим наших мужчин подготовиться к этим соревнованиям, потому что женщины с восхищением всегда смотрят на них, как они преодолевают трудные препятствия. Потому что подняться это еще, а спуститься это еще тоже другая задача. Потому что все у нас мужчины фактически оголяются, оголяют торсы, зреющие, незабываемые в зимний период времени. Говорят, чем веселее проведешь Масленицу, тем благополучнее будет год. 13 марта 5 открытых площадок. В Приморском парке учащиеся 22-го училища угостят блинами. В 14.30 у ЦУМа зажгут чучело Масленицы. Развлекут горожан на площади Просянкина и на площади Победы. Здесь горожане поиграют в хоккей с мячом. От центральной площади северодвинцы пройдут в масленичном поезде до парка культуры. Приветствуется дресс-код, народные костюмы. Будут приглашенные звезды для того, чтобы наше мероприятие было наиболее ярким и красочным. Мы пригласили наших друзей из города Архангельска. Это образцовый цирк Виссар. И самое главное, мы будем водить самые большие в северодвинские хороводы. Площадь позволяет это делать. Поэтому в этом году на Масленицу приходите нарядные, приходите в хорошем настроении. Для северодвинцев объявлено три конкурса. Лучшая кукла-масленица, лучший народный костюм, лучшая снежная крепость или фигура из снега. Организаторы просят бережно относиться к снежным фигурам, не залезать и не ломать труд людей. Награждение победителей состоится в блинный праздник. Надо обязательно печь круглые и румяные, как солнышко, блинчики. Последние недели перед Великим постом. Только в это время можно есть масляные блины, жирно поливая их сметаной. Вот, наверное, потому и надо нам всем стараться, чтобы накопить силы перед долгим, семинедельным Великим постом. В ЦКИОМ, библиотеках, школах дополнительного образования и в молодежном центре пройдут мастер-классы и занятия на тему масленица. С историей познакомят и в городском краеведческом музее. Здесь ждут на выставку «Кукольная вечерка». Подробнее ознакомиться с условиями конкурсов и программой праздника можно на сайте городской администрации. Евгения Акарельна, Наталья Габдрахманова, Вестник Северодвинска. 25-летний Анатолий Роман несколько лет привязан к инвалидной коляске. Поставить на ноги – сложнейшая операция в Тюмени. Она запланирована на середину марта. Лечение и проезд оплачены фондом социального страхования. А вот для оплаты услуг сопровождающего деньги не предусмотрены. Быть, по-моему, вели. Вели, чтобы Вестя был здоров. Встать и побежать самостоятельно, как мальчик советского мультфильма, мечтает и Анатолий Роман. Молодой человек уже 6 лет прикован к инвалидной коляске. Всему виной серьезная травма шеи. Ее получил, занимаясь на турнике. Перекладина оказалась не закреплена. Поставить на ноги Анатолия может операция в Тюмени. 14 марта его ждут на операцию. У меня сейчас там запланирована операция на уживление электрода. На одежды, ну, самые большие, верю. 13-го числа вылетаю. Сопровождающему волонтеру придется ухаживать за молодым человеком после операции в течение двух-трех недель. Необходимо где-то жить и питаться. На финансирование ни у Анатолия, ни у самого сопровождающего таких денег нет. До 13 марта необходимо собрать 90 тысяч рублей. У меня как бы сейчас одна цель – встать на ноги. У меня нет определенных. Я не смотрю как-то далеко. У меня есть сегодня, есть завтра. Хочу встать на ноги, и это все. То есть на данный момент мне это важнее всего. Мультяшному Вите повезло. Ему встретилась неравнодушная девочка. А Анатолий надеется на неравнодушных северодвинцев. Деньги можно перечислить на карту помощника и волонтера Анатолия. Номер карты Сбербанка вы видите на экране. Продукты питания и вещи неизвестного качества и производства продают на городских улицах. Еженедельно с нелегальными продавцами борются специалисты администрации и полицейские. Стоит и продает товар без документов. Сегодня на место бывшего рынка на труда нагрянули специалисты администрации и полицейские. Даже во время рейда нелегальные продавцы продолжают торговать. Носки, да. Три года уже вот здесь вот у женщины покупаю. А вы скажите, чем они лучше, чем в магазине? Ну, у них ручная вязка хорошая, мне нравится, они долго носятся. А в магазине сразу протираются. А насчет продуктов, как считаете, с улицы? А продукты я не беру, потому что боюсь. За нелегальную торговлю продавцам выписывают предписание. Сергей Гончаров продает рыбу с 97-го года. Регулярно оплачивает штраф до полторы тысячи рублей. Я ходил полгода по отделам кадров, меня никто на работу не брал. А у меня семья ребенок. Я вот с штрафа уеду на две недели на озеро, я привезу килограмм 300 рыбы, мне куда ее. Соседям бесплатно раздавать? Конечно, не буду. А у меня дорога 10 обойдется, 15. Мне две бочки бензина только надо. А почему не в магазине покупаете, а на улице? Я думаю, что на улице вот посвежее продают. Но у них же нет ни документов, ни лицензии на эту рыбу. Не пугает это? Ну, вас пугает, да, мы все уберем. И рискуете здоровьем? Да. Специалисты ведут борьбу с нелегальными продавцами с 2014 года. За два года составили более 500 предписаний. Продавцы оплатили штрафы на сумму около 200 тысяч рублей. По словам специалистов, торговля на улице портит вид города, а покупатели приобретают товар неизвестного производства и качества. Продукцию завозят и из других регионов. При этом нарушают условия хранения. Соответственно, и ответственности за качество этой продукции никто не несет. И вы, приобретая на улице, и думаете, возможно, что эта продукция значительно дешевле, чем в магазине, а на самом деле это не так, подвергаете риску и свое собственное здоровье, и здоровье своих близких. Сейчас ищут новые пути борьбы с нелегалами, ведь контролировать их не может даже Роспотребнадзор. Итог дня – 7 предписаний об административном правонарушении. Евгения Акарельна, Родион Саханько, Вестник, Северодвинска. На личном транспорте к месту преступления будут доставлять четвероногих сотрудников полиции. Кинологическое отделение полиции получило в пользование новенькую «Газель». Микроавтобус рассчитан на перевозку сразу трех собак. Подробнее в нашем следующем видеоматериале. Этой красавице Онеги год и три месяца. Несмотря на это, собака знает основные команды. В будущем ей придется задерживать опасных преступников, а лет через восемь она отправится на пенсию. Юный четвероногий сотрудник полиции, как и его взрослые коллеги, теперь на место преступления отправится на личном автотранспорте. Новенький микроавтобус оборудован тремя клетками для животных и специальной вентиляцией. Раньше в нужное место кинологическую собаку доставляла оперативно-следственная группа. На это уходило драгоценное время. Взять след эффективнее всего животное может в течение часа. А теперь будет, скажем так, кинолог более мобильный, и он может быстрее приезжать на место происшествия, потому что кинолог, на самом деле, первым должен приезжать и первым начинать работу. Потому что, как правило, уже получается, проходит много времени, и работа уже становится невозможной. Сейчас кинологическую службу несут 17 собак. Среди них лабрадоры, ротвейлеры и немецкие овчарки. Четвероногие полицейские ищут взрывчатку или наркотики, занимаются розыском или патрулированием. Часов в семь они просыпаются, в игру гуляют. Пока с семи до девяти примерно гуляем их по очереди. А с девяти у них, как и у всех, завтрак. Два раза в день они у нас питаются. Кормят собак с балансированным сухим кормом. После завтрака занятия и тренировки. Умница Джесси способна разыскать в закладке взрывчатку за считанные секунды. А в начале февраля другая собака помогла найти преступника. На яграх злоумышленник напал на девушку и отнял сумку. Собака сразу взяла след и прямиком повела до одной из бежащих общежитий. Привела к квартире, села, обозначила, что преступник здесь. Обследовав данную территорию, преступник выявлен не был. Но преступник был задержан на следующий день. И в процессе разбирательства выяснилось, что накануне, до преступления за день, преступник находился именно на этом же месте и с этого места проследовал в эту квартиру. Получается, собака спустя сутки смогла взять след и привезти на нужное место. Обученные подопечные выручали северодвинских полицейских не раз. Лучшая награда собак – человеческая любовь и кусочек угощения на ладони. Елена Стеканова, Наталья Габдрахманова, Вестник Северодвинска. ГТРК приглашает принять участие в конкурсе «Ты репортер». Напоминаем, ваши фото и видео ждем на электронный адрес, который указан на экране. Автора самых интересных роликов ждет подарок от нашей телекомпании. Портал «Мир квартир» опубликовал рейтинг недоступности жилья в России. Первую строчку ожидаемо заняла Москва. На втором и третьем местах – Крым и Севастополь. Далее – Санкт-Петербург. Самое доступное жилье в Магаданской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Сахалинской области, Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе. Теперь о погоде, слово и ради. С приходом весны зимний характер погоды сохранится. Здравствуйте. О прогнозах на завтра смотрите в Небесной канцелярии сразу после коротких анонсов. Смотрите далее в выпуске. Оценили гибель ребенка в 100 миллионов рублей. Мама, потерявшая двухлетнего сына, судится с больницей. Тысячи километров, 16 собак и два путешественника. Северодвинцы встретились с Федором Конюховым. О медиа и астропрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор – группа компаний СНК. Удобные и просторные квартиры в жилом комплексе «Ёхаус». От 48 500 рублей за квадратный метр. Экологически чистый район старого города. В жилом комплексе предусмотрены балконы галерейного типа и помещения для хранения детских колясок и велосипедов. С ценами и проектной декларацией вы можете ознакомиться на сайте smk29.ru или по телефону 8921-243-03-85. В воскресенье 28 февраля по данным ведрами центра в Северодвинске днем столбик термометра застынет у отметки минус 3. Ночью температура опустится до отметки минус 6. Облачно и небольшой снег. Ветер юго-западный слабый до 4 метров в секунду. Атмосферное давление будет медленно расти. К вечеру составит 758 миллиметров ртутного столба. В понедельник днем минус 4, ночью до 7 градусов ниже 0. В воскресенье довольно неплохой день, особенно для тех, кто уверен в собственных силах или полон желания развиваться. Это день новых начинаний. В первую половину дня отношения будут несколько эмоциональны, поэтому взаимопонимания добиться будет трудно. Также не стоит совершать поездки в этот период. Вечер предполагает быть напряженным, где рассчитывать придется только на себя. А наш спонсор – группа компании СМК. Просторные квартиры и удобные офисы в доме на Советской – 49 700 рублей за квадратный метр. Дом на Советской – удобно жить и работать. Группа компании СМК. Телефоны 8-921-243-03-85 и 8-921-082-85-85. А я с вами прощаюсь и желаю хорошего отдыха. До свидания. Купи квартиру в жилом комплексе холдинга «Аквилон Инвест» и выбери подарок. Чистовая отделка или скидка на квартиру. Звони 52400. Приходи в офис М15, проспект Морской, 15, 3-й этаж. Вы смотрите «Вестник. Северодвинской итоги недели». Мы продолжаем. Как можно оценить страдания потерявших ребенка родителей? В городском суде слушалось дело по иску матери, потерявшей двухлетнего сына в феврале прошлого года. Мальчик погиб из-за ненадлежащей оказанной медицинской помощи. Виновные врачи тогда попали под амнистию. 100 миллионов рублей в такую сумму оценивают перенесенную трагедию родители погибшего двухлетнего Никиты Аксенова. В середине февраля прошлого года ребенок заболел с температурой 39. Мать мальчика обратилась к педиатру. Диагноз ОРВИ. На следующий день, 12 февраля, температура держалась на том же уровне. Родители вызвали скорую. Врачи, со слов матери, уверяли, в этом нет ничего серьезного. И маленький пациент тогда остался дома. Госпитализировали ребенка лишь еще через день, 13 февраля, в инфекционное отделение детской больницы. В реанимацию отправили нас вечером, когда уже ребенок, ну уже совершенно, то есть я его беру, он вот никакой, то есть у него уже головушка падает, он мама спать, только спать, вот. То есть он уже, ну, практически не дышал. Мы бегом в эту реанимацию, то есть я его туда принесла, все, он уже вот лежал вот так, то есть это вот последние моменты, которые я его видела живым. Представитель ответчика настаивает, мама мальчика сама отказалась от госпитализации еще при первом вызове скорой. Врачи дали женщине бумагу, в которой та расписалась. Однако сама Аксенова говорит, что не понимала, под чем ставит подпись. В связи с этим ответчик не признает часть исковых требований, то есть возмещать моральный вред матери. Потерявший сына, ответчик отказывается. Ни в коем случае никто сюда не пришел за тем, чтобы обогатиться. Это просто вот такая жизненная позиция, просто вот ставится на чашу весов в жизнь ребенка. До сих пор, даже несмотря на то, что было возбуждено уголовное дело, установлена степень вины ответчиков, они не признают свою вину. Суд иск родителей удовлетворил, но сумму морального вреда оценил в сто раз меньше, в один миллион рублей. Еще 500 тысяч рублей детская больница заплатит ИСЦУ в качестве штрафа. Кроме того, ответчик должен возместить родителям расходы на погребение ребенка и на представителя в суде. Сергей Курбан, Родион Саханько, Вестник Северодвинска. Житель Архангельска убил знакомого лопатой. 25-летний молодой человек из-за личной неприязни нанес 20 ударов лопатой металлическим ломом и монтировкой. От полученных травм пострадавший скончался. Убийце не понравилось, что потерпевший назвал его братом. О других происшествиях в рубрике «Протокол». Из-за вредной привычки северодвинец едва не поплатился жизнью. Огонь вспыхнул в квартире первого этажа на Октябрьской 15. Пожарные эвакуировали шестерых жителей пятиэтажки. Из задымленной квартиры вынесли мужчину. Мужчина получил термические ожоги 80% тела, а также ожог дыхательных путей. Личность пострадавшего пока не установлена. По словам соседей, там проживает одинокий 50-летний мужчина. Очаг возгорания – диван, на котором лежал хозяин. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Под лёд на Паранихе провалился мужчина на снегоходе. Очевидцы вызвали спасателей. Ехал-ъехал, снегоход. И повернул тут в сторону моря. И говорит, исчез. Я говорю, как исчез? Я говорю, так надо за вас выйти, а я заехал. Я говорю, что сюда уже. Доставать транспорт из воды спасатели отказались. Служба спасения такими видами работ не занимается. По словам владельца техники, больше в этом происшествии никто не пострадал. В связи с этим инцидентом, северодвинские спасатели обращаются к рыбакам и туристам. Быть предельно бдительными. Уже в феврале лёд начал терять свою прочность. Такая мадам Плюшкина была замечена в Костроме. Соседи женщину ежедневно ругали и просили прибраться. А в Северодвинске конфликт с нерадимым соседом закончился убийством. В ноябре прошлого года в коммуналке на Мира-6 северодвинец стал скандалить из-за комнаты, доверху набитой мусором. Так как мужчина был под градусом, ссора не закончилась словами. Кап указывал свои показания под судимой. В определенном моменте чаша терпения была переполнена. В связи с чем он взял в руки ряд предметов, которые использовал в качестве оружия, а именно деревянный пестик, ножик и руками, ногами причинил тяжкий вред здоровью, который от Павлю Кружесмертник, соответственно потерпевший на месте преступления. Сейчас идет судебное заседание. Борцу за чистоту грозит до 15 лет лишения свободы. Более 700 километров по заснеженному пути на собачьих упряжках. Суровый северный маршрут по берегам Белого моря одобрен великим путешественником. Федор Конюхов завершил свою экспедицию. Уставшие, но довольные Федора Конюхова северодвинцы встречают аплодисментами. 10 февраля на Нижской набережной Петрозаводска был дан старт экспедиции Федора Конюхова и Виктора Симонова на собачьих упряжках «Онижское поморе-2016». Своей цели путешественник достиг. На родине своих предков Конюхова губа Белого моря установил поклонный крест. Спасибо Виктору, что он меня пригласил. Я хотел прийти на родину своих предков, приехать или прийти, но чтобы на собачьих упряжках, это так, знаете, было романтично, романтично. Посвятили экспедицию столетию основания первого в России Баргузинского заповедника, расположенного на территории Бурятии. Поход называют тренировочным, ведь ровно через год собаки повезут путешественников в Канаду. Маршрут этой экспедиции – Онега, Кянда, Пурнима, Лямца, Пушлах, Толетняя Золотица, Лопшинга, Яренька – финишировали участники в Луде. 16 собак промчались по территории двух национальных парков – Бадлазерского в Карелии и Онежское поморе в Архангельской области. Был среди этих 16 собак знаменитый пес Черке, который очередную свою экспедицию успешно прошел. И за его 12 лет у него их уже просто огромное количество. И там, где в каких странах он побывал, я думаю, что многие позавидовали бы ему. Он в архангельской части не был только на Аляске. В упряжках три вида собак – сибирские хаски, чикотские ездовые и таймырские ездовые. Животные отбирались в упряжку по весу, выносливости и манере ладить друг с другом. Средний вес собаки – 25-30 килограммов, сама упряжка – 200. Ежедневно собаки преодолевали по 60 километров при скорости 10-12 километров в час. Для хорошей работоспособности в корм добавляли мед и топленое масло. Смотрели на красивые пейзажи вдоль моря, когда идешь в белую. Я все время так смотрел, напоминает, конечно, маленькую Арктику, Татаросы. Только стамухи, как здесь небольшие, правильно так? А все на закате, думаю, как в Арктике. С Федором Кунюховым встретился и глава города Михаил Гмырин. Мэр вручил путешественникам памятные сувениры. В ответ участники поблагодарили за помощь в организации проведения экспедиции. Приглашаем за покупками. Скидки до 50% на весь зимний ассортимент. Дубленки, пуховики и пихоры. Рассрочка платежа. Кредит в отделе. Магазин Евгений Ломоносова, 88. Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Телефон рекламной службы 598-900. Вестник Северодвинского спорта. Театральное озеро вновь стало гоночной трассой. На втором этапе зимнего спринта 2016 всем гонщикам пришлось серьезно побороться со своими автомобилями. Покрытие ледяного кольца не позволяло расслабиться ни на секунду. Второй этап лично командных автомобильных гонок «Зимний спринт-2016» подкинул всем участникам непростой сюрприз в виде ледяной трассы. Не всем гонщикам удалось совладать со своими машинами на скользких поворотах. По сравнению с первым этапом, время абсолютно лучшего круга ухудшилось на 8 секунд. В этот раз его показал победитель в классе полного привода Виктор Зиновьев на Mitsubishi Lancer Evolution. Трасса сильно отличается по сравнению с первым этапом? Трасса очень сильно отличается. Она оттаяла. Во-первых, сейчас сплошной лед. В первом этапе был снег. В принципе, было легче ездить. Сейчас время хуже стало. Второе и третье место в полном приводе заняли Сергей Сынков и Александр Сухих. Андрей Добрынин на BMW и Константин Борщев на Mazda RX-8 в очередной раз остались позади Александра Антуфьева на отечественных «Жигулях» третьей модели. После двух этапов Александр показывает стопроцентный результат в классе заднеприводных авто. Победителю первого этапа Сергею Каленову еще только предстояло выехать на трассу. Ну что, у вас до старта буквально пару минут. Испытываете ли какое-то волнение, либо уже участвовали на опыте? Ну, я участвую далеко не первый год, поэтому волнение минимум. Настрой боевой. Машина готова. Я вроде тоже. Хладнокровие, опыт и автомобиль Ford Focus опять помогли Сергею выиграть класс переднего привода. Второй результат покорился Владиславу Токареву и третьим финишировал Роман Тюпин. Последними крошить лед отправились шесть гонщиков на спортивных болидах. Специально тюнингованные автомобили, в которых из штатного остались, пожалуй, только кузова, соревнуются с общего старта. В контактной борьбе самым быстрым пилотом, как и месяц назад, стал Артем Зелянин. Вторым финишировал Михаил Кузнецов и третьим Дмитрий Парамонов. Да, третий этап под вопросом. Если в марте ничего не растает, то, конечно, мы с удовольствием проведем. И я знаю, что участники все ждут, потому что это борьба за очки, за место. В конце сезона мы подводим итоги всего года и, значит, награждаем. Ну, у кого-то просто третий этап будет шанс, последний шанс вырваться на тумбочку. Если капризная погода не растопит лед театрального озера, то в планах организаторов зимнего спринта провести еще несколько интересных соревнований. На стадии подготовки, гонки на мотоциклах, а также на снегоходах. Константин Мухин, Семен Семегулин, Вестник, Северодвинска. На сегодня это все новости. Чем удивить неделя следующая, узнаем в понедельник. Материалы выпуска вы можете посмотреть на нашем сайте северодвинск.тв. Смотрите нас и все узнаете первыми. До свидания. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Городская справочная. 8 800 158 55. Информируем обо всем. Бесплатно, оперативно, ежедневно. Спонсор прогноза погоды сайт Северодвинска go29.ru Почувствуй пульс своего города. Воскресенье 28 февраля в Северодвинске ожидается ветер южный, умеренный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 759 миллиметров ртутного столба. Переменная облачность без осадков. Температура ночью минус 5, минус 3, днем 0 градусов. Спонсор прогноза погоды сайт Северодвинска go29.ru. Почувствуй пульс своего города.